Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. В Самарской области заработают три новые школы. На этой с федеральной казны губерния получила дополнительные 800 миллионов рублей. Чемпионат космического уровня в космической столице. На Самарском заводе «Прогресс» специалисты борются за звание лучшего. Сегодня наградили лучших экологов. Заявки на конкурс «Эколидер» подали не только промышленные гиганты, но и школьные отряды. Самарская область продолжит участвовать в федеральной программе по строительству и оборудованию новых школ. Об этом губернатор Николай Меркушкин говорил на встрече с министром образования и науки Ольгой Васильевой. В этом году, благодаря дополнительному федеральному финансированию, в более чем 800 миллионов рублей в области заработают еще три новых школы. Две в Самаре, одна в Сергиевском районе. В 2018 году планируется открыть еще шесть школ и центр для одаренных детей. Губернатор пообещал, что каждый год в Самарской области будет открываться шесть-семь новых детских садов. Со своей стороны министр образования Ольга Васильева пообещала поддержку в развитии образовательной инфраструктуры региона. Также на встрече обсуждалось участие Самарского университета в программе повышения конкурентоспособности, подготовка вуза к 75-летнему юбилею и реконструкция ботанического сада, который завершится в 2018 году. Чемпионат космического уровня в космической столице. На Самарском заводе «Прогресс» соревнуются в мастерстве молодые профессионалы ракетно-космической отрасли страны. Корпоративный чемпионат Роскосмоса проводят по международным стандартам WorldSkills. Какие именно умения предстоит продемонстрировать участникам и чему должен научить специалистов чемпионата, узнала Марина Кравцова. Предельная внимательность, сосредоточенность и точность важна каждая доля миллиметра. Электросварщик завода «Прогресс» Александр Федосов приступает к конкурсному заданию. В первый день соревнований предстоит сварить один модуль. Всего их будет четыре. На чемпионате по профмастерству молодые специалисты Роскосмоса демонстрируют самые разные навыки. Здесь представлено несколько видов сварки и те, которые для наших предприятий не очень-то свойственны. Поэтому, конечно, трудность была именно в выполнении таких соединений, таких сварных швов. То есть это дуговая сварка, полуавтомат. Именно Самара, космическая столица страны, стала площадкой для проведения второго чемпионата молодые специалисты Роскосмоса по стандартам WorldSkills. Космическая отрасль России присоединилась к международному движению в прошлом году. И, как отмечают эксперты, уровень участников ко второму чемпионату заметно вырос. За звание лучших борются 124 специалиста со всей страны. Самарская команда от «Прогресса» – одна из самых больших. 12 участников – от сварщиков и токарей до инженеров. Чемпионат – еще и возможность повысить мастерство. Чтобы люди в нашей корпорации, рабочие исполнители, приезжая на этот конкурс, обменивались опытом, накопленным своим мастерством, передавали друг другу какие-то секреты свои и в целом росли как профессионалы. В этом году в соревнованиях используют и оборудование более высокого класса. У станков молодые профессионалы Роскосмоса проведут три конкурсных дня. А лучших из лучших назовут 29 июня. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Лучших экологов наградили сегодня в Департаменте городского хозяйства и экологии. Победители прошлого года получили дипломы и памятные подарки за вклад в развитие экологических программ. В прошлом году не только промышленные гиганты проделали большую работу по защите окружающей среды. Заявки на конкурсы к лидер подали школьные волонтерские отряды и сельские экологические кружки. И если на производстве озадачены вопросами минимизации выбросов в окружающую среду и вторичной переработкой отходов, то для горожан важнее благоустроить место, где они проживают. Так как самая большая проблема везде – это отходы, которые нужно убирать, так как не везде организована система сбора и вывоза этих отходов, то, конечно, прежде всего люди стараются очистить свою территорию. Очистить территорию, высадить зеленые насаждения. Здесь имеются в виду и цветы, и кустарники, облагородить свою территорию. И очень важно, что в этой работе принимают участие школьники, волонтеры. Они с большим удовольствием это делают. Расхитители цветочных клумб снова промышляют в Самаре. Только за месяц газонов и кашпо украли около 150 тысяч цветов. И потому специалистам приходится снова и снова досаживать недостающие саженцы, тратя на это дополнительные силы и средства. Подробнее в сюжете Марина Матвейшиной. Подкопать в земле ямку, установить в ней саженец, присыпать землей и утрамбовать. И так сотни тысяч раз. Специалисты спецремстрой зеленхоза высадили в городе полтора миллиона цветов. Но десятая часть из них уже уничтожена. Недобросовестные горожане изо всех сил стараются придать городу более унылый вид. Подростки, они обычно просто, как бы сказать, не то что хищением занимаются, а вандализмом. Они могут вытащить, где-то кинуть, ну, покуражиться. А кто остальное вытаскивает, конечно, мы не можем это точностью сказать. Ну, я думаю, что это все равно на балконы или на свои дворы. Особой любовью у похитителей пользуются петуньи. Но не брезгуют они и остальными растениями. В подвесных кашпо и каскадных клумбах специалисты часто недосчитываются цветов. Особенно в нижних ярусах. До верхних воры не дотягиваются, да и выкопать незаметно не получится. Бороться с этим трудно. У каждой клумбы охрану не поставишь. И камеры видеонаблюдения есть не везде. Самарцы предлагают взывать к совести вредителей. Это глупо, потому что все делается для города, для того, чтобы у нас везде было красиво, а не только на своих участках. Общественное мнение создавать. Все-таки это лучший, наверное, вариант, когда окружающие не поддерживают таких людей. Есть соответствующие статьи законодательства. Может, так того, как хулиганство. Соответственно, правоохранительный орган за это тщательно не следит. Ежедневно специалисты объезжают цветочные посадки, делают ревизию и составляют список, какие сорта и в каких количествах нужно досадить рассаду в расхищенные клумбы. Для этого в оранжереях выращивают страховой запас растений. Это дополнительные расходы для городского бюджета, тогда как эти деньги могли пойти на другие социально значимые нужды. Плюс это дополнительный и чаще всего нелегкий труд рабочих. Поэтому специалисты просят бережно и с уважением относиться к озеленению. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Далее коротко о других событиях дня. На Новосадовый мотоциклист разбился насмерть. Полицейские и очевидцы выложили шокирующие фотографии с места трагедии. Авария произошла 26 июня. По предварительным данным, водитель Хионде Санта-Фе двигался со стороны Нововокзальной в сторону Советской Армии и при развороте налево протаранил мотоцикл Кавасаки, двигавшийся во встречном направлении. Мотоциклист скончался на месте происшествия. Водитель и пассажиры Хионде не пострадали. По факту ДТП проводится проверка. Потенциального террориста выдворили из Самары. Гражданина Таджикистана депортировали из-за повышенного интереса к деятельности запрещенной во многих странах мира Международной террористической организации Исламской государству. Ахмедов попал в поле зрения оперативников ФСБ в конце апреля. По данным силовиков, он не только просматривал запрещенные экстремистские материалы в сети интернет, но и, возможно, собирался выехать в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы вступить в ряды ИГИЛ. Сделать ему этого не позволили. Иностранец был задержан. Государственный обвинитель запросил для Екатерины Пузиковой 7 лет лишения свободы. В Красноярском райсуде состоялись прения по делу вдовы, обвиняемой в убийстве мужа, заместителя, управляющего самарским филиалом Россельхозбанка. Напомним, Дмитрия Пузикова отравили на вечеринке в 2012 году. В августе 2015 года его вдову приговорили к 7 годам лишения свободы. Однако апелляционная инстанция отменила приговор как незаконный и необоснованный. Было проведено дополнительное следствие. Последнее слово назначено на 21 июля, после чего судья уйдет на приговор. На Куйвышевской железной дороге стартует четырехдневная распродажа билетов поезда дальнего следования со скидкой. С 27 по 30 июня в рамках акции «Удачный вторник» пассажирам будут предоставляться скидки до 40% на проезд в плацкартных вагонах поездов в зависимости от расположения мест. Скидки действуют во всех поездах внутри государственного сообщения. Волга показала новый рекорд. В минувшие три дня уровень воды в реке только поднимался. С 24 по 26 июня синоптики зарегистрировали показатель, превышающий 30 метров. В Саратовском водохранилище уровень воды выше среднем многолетних значений, да и вообще максимальный за весь период наблюдений. Из-за слишком высокого уровня воды в Самаре перенесли начало пляжного сезона, который власти планировали открыть 15 июня. Представление под живую музыку в Театре Самарт состоялась премьера спектакля «Пергюнд» по одноименной пьесе норвежского драматурка Генрика Ипсена. Прежде чем предстать нас у зрителей, постановка прошла долгий путь. В 2014-м это был только эскиз. Необычные декорации, костюмы на современный лад. Уже осенью спектакль войдет в репертуар театра. На премьере побывала Алина Чемерес. На поверхность в то же время, как мыслись, мы сами близ. Много музыки и исполняют ее сами артисты. В новой постановке «Самарта» «Пергюнд» главное место по задумке режиссера отведено судьбам конкретных людей. Для молодого актера Ярослава Тимофеева понять своего персонажа была задача не из легких. Говорит, «Пергюнд» на него совершенно не похож. Я могу 10 раз подумать и потом только сделать что-то. А «Пергюнд» такой человек, мне кажется, который не думает и старается не думать. А если у него появляется мысль, он ее как-то от нее сбегает. Будь то в другие страны, на запад, или вообще просто что-то меняет в своей жизни. Пьеса Генрика Ипсона «Пергюнд» была написана в конце 19 века. Главный герой – сын спившегося капитана, который бросил семью. «Пергюнд» постоянно мечется, пытаясь вернуть былое уважение его семье. Вмешивается в драки, похищает девушку прямо со свадьбы, оказавшись вне закона, сбегает. За свою жизнь «Пергюнд» успевает стать частью сказочного мира троллей, но вскоре покидает и его. Он спекулирует иконами, торгует рабами, но в итоге все же возвращается туда, откуда все началось и где его ждет любимая. Это про человека, который просто в своей жизни еще ничего не потерял. И он теряет. И потом ему приходится нести ответственность за то, что он сделал. Если ты все время от чего-то бежишь, это же не значит, что ты бежишь к чему-то. Может быть, у тебя нет цели, если их слишком много. Но мне кажется, это должна быть не метафизическая история, а это вполне реальная история про реальных людей. Спектакль «Пергюнд» вырос из эскиза, который был создан еще в 2014-м. За три года постановка выросла и, как говорит режиссер, стала глубже и мудрее. Пространство, созданное в эскизе, легло в основу декораций сегодняшних. Сценическое оформление и костюмы актеров родом не из 19 века, а из нынешнего. «Пергюнд» — его мать, гости на свадьбе. Эпоха, показанная в спектакле, отражает современные реалии. Основные декорации состоят из множества дверей, и каждая из них ведет в свою историю. Я много гуляла по городу, выбирала фактуры, городской среды, ла-ла. К тому же мне хотелось... Я взяла этот профнастил, металлический профиль, и изначально он должен был быть весь серебряный. Как бы это напоминало какое-то ощущение воды, такое легкое. Ну, не знаю, осталось ли, но надеюсь. Спектакль «Пергюнд» войдет в репертуар театра «Самарт». На афишах постановка появится уже с сентября. Алина Чемерис, Константин Головин, События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Распахнет свои двери к новому учебному году. В Куйбышевском районе завершается ремонт Дома культуры «Нефтяник». И 55 лет спустя снова молодые в Самаре открыли мемориальную доску в честь Куйбышевского городского молодежного клуба. По следам Ермака самарские казаки сегодня отправились по Волге в Жигулевскую кругосветку. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в свитере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова